Здравствуйте! Носимая УКВ радиостанция китайского производства Кваншэнг ТГ-UV2+. Ранее существовала такая же радиостанция, только без слова плюс в названии модели. Это радиостанция с плюсом. Практически полностью по своему функционалу повторяет ту старую модель, но все-таки есть небольшие отличия, и об этой радиостанции я вам расскажу в своем видео. Основные рабочие диапазоны этой радиостанции практически такие же, как и у большинства других УКВ радиостанций. Это VHF диапазон от 136 до 174 МГц, естественно прием передачи возможен, и UHF диапазон от 400 до 470 МГц. Также есть еще дополнительно прием в диапазоне 350 по 390 МГц и 470 по 520 МГц. Там возможен только прием. Также есть прием радиовещания в диапазоне от 88 до 108 МГц в режиме широкая ЧМ. Изменение частоты возможно со всеми популярными шагами частоты, в том числе для любителей ПМР есть шаг 625 кГц. Естественно есть режим VFO, в котором есть плавная перестройка частоты с выбранным шагом с помощью кнопочки вверх и вниз, и есть режим памяти, где частоты записываются в памяти. На экране в один момент времени отображается одновременно две частоты, но это не значит, что радиостанция принимает одновременно две частоты. Приемник в ней один, и как у большинства станций прием возможен в один момент времени только одной частоты. Я не говорю про сканирование или про двойной прием, когда идет перебор двух частот по очереди. Как и у большинства радиостанций прием здесь только один. Часто люди заблуждаются, видят две частоты, на экране думают, что радиостанция принимает одновременно две частоты. Нет, прием возможен только одной частоты. В минимальный комплект входят следующие предметы. Собственно сама радиостанция, то есть прием передатчик, литий-ионная аккумуляторная батарея, зарядное устройство, подставка автоматически отключающаяся при завершении заряда с адаптером для питания от сети переменного тока, двухдиапазонная антенна с разъемом СМА, причем разъем СМА мама, прищепка и ремешок для того, чтобы вешать радиостанцию на руку и конечно же инструкции по эксплуатации на английском языке. Продавцы от радиостанции также в комплект могут добавлять различные другие предметы, например кабель для программирования с компьютера, выносную гарнитуру, дополнительный аккумулятор или еще что-то. Ссылки на то место, где можно купить эту радиостанцию есть в описании к видео. Аккумулятор, идущий в комплекте с этой радиостанции, заявлен как имеющий емкость 4 ампер часа при напряжении 7,2 вольта. То есть это две банки литиевого аккумулятора. В такие габариты разместить емкость 4 ампер часа нереально при нынешнем развитии, так скажем, науки и техники. Поэтому я думаю, что емкость конечно здесь гораздо меньше. Хорошо, если она будет около 2 ампер часов, плюс-минус немного, и то это достаточно нормальная емкость для такого аккумулятора, для такой радиостанции. Органы управления у этой радиостанции следующие. Сверху есть одна-единственная ручка, это аналоговый регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания. На передней панели есть соответственно ЖКИ и кнопки. Переключение каналов или изменение частоты с выбранным шагом происходит не валкодером, а двумя кнопками вверх и вниз. На боковой стенке есть кнопка включения передачи и две вспомогательных кнопки. Одна из них включает очень нужную функцию фонарик. Вторая кнопка это принудительное открытие шумоподавителя, то есть монитор. Кнопка монитора работает быстро, без задержки и шумоподавитель открыт ровно столько времени, сколько нажата эта кнопка. По-моему, самое правильное функционирование этой кнопки. Одно очень существенное отличие есть у этой радиостанции, как и у ее предшествующей модели, без слова плюс в названии, от дешевых китайских радиостанций типа Baofeng и тому подобное. Это то, что приемник в этой радиостанции сделан по классической схеме супергетеродина с двумя преобразованием частоты, а не выполнен на одной микросхеме, где происходит сразу одно преобразование, как в Baofeng и тому подобных станциях. Здесь супергетеродин, как в нормальных станциях ЕЗУ, ICOM. Здесь две промежуточные частоты. Первая промежуточная частота 38 МГц чем-то, вторая 450 кГц. То есть приемник работает более-менее нормально, для носимой радиостанции вообще хорошо. Внешний вид радиостанции отличается от предшествующей модели без слова плюс в названии, очень сильно. То есть корпус ее разработан заново с нуля и не имеет ничего общего с предыдущей моделью. Хотя количество органов управления, весь пользовательский интерфейс, все то, что отображается на индикаторе, абсолютно то же самое, что и в предыдущей модели, за исключением цвета подсветки. У предыдущей модели это был зеленый цвет, у этой почему-то подсветка красная. Вот такая вот яркая. Честно говоря, мне зеленая, конечно, гораздо-гораздо больше нравится. Зачем сделали такую яркую красно-оранжевую подсветку, я не понимаю. Ну, наверное, кому-то нравится. Еще производитель заявляет одно отличие в параметрах этой радиостанции от предыдущей модели. И это выходная мощность. Если у предыдущей модели без слова плюс выходная мощность была заявлена 5 Вт, то у этой радиостанции в описании на сайте заявлена выходная мощность аж целых 10 Вт. Я очень сильно сомневаюсь, что такая мощность у этой радиостанции есть. Во-первых, габариты маленькие. Во-вторых, на самом корпусе радиостанции сзади под аккумулятором написано, что выходная мощность меньше или равно 5 Вт. Так сколько же на самом деле выходная мощность у этой радиостанции? Давайте измерим с помощью измерителя мощности и эквивалента нагрузки. К радиостанции подключен эквивалент нагрузки 50 Ом через ксв-метр с функцией измерения мощности. Включаю передачу на частоте 145 500. Видим на пределе измерения 20 Вт мощность порядка 8,5 Вт. Переключаю радиостанцию в режим средней мощности. Получаю около 4 Вт. Изменяем предел измерения на 5 Вт. Да, наблюдаем действительно 4 с небольшим Вт. Включаю самую малую мощность на радиостанции. Прибор показывает меньше 0,1 Вт. Для сравнения опять включаю полную мощность и на пределе 5 Вт прибор зашкаливает. Это было измерение мощности на частоте 145 МГц. Теперь измерим на частоте 433 МГц. Включаю передачу на полной мощности. Прибор показывает около 6,5 Вт. Действительно оказалась выходная мощность больше чем 5 Вт. Да, конечно, обещанную на сайте производителем мощность 10 Вт от радиостанции не обеспечивает, но 8,5 Вт это тоже не 5. Все-таки не так много радиостанций, которые выдают мощность больше 5 Вт на 2-метровом диапазоне таких маленьких носимых. А вот это китайская радиостанция целых 8,5 Вт выдала. Давайте для сравнения убедимся, что при том же самом измерительном приборе, при тех же самых кабелях, при том же самом эквиваленте нагрузки, всем известная радиостанция ЕЗУ-ФТ-60 будет выдавать 5 Вт. Та же самая частота 145-500, включая передачу на полной мощности, видим ровно 5 Вт. Да, действительно, получается, что эта радиостанция одна из очень немногих среди сотен моделей радиостанций, доступных на рынке, которые выдают действительно больше 5 Вт, в данном случае 8,5 Вт. В реальной жизни, в практической радиосвязи, конечно, разницу между 5 Вт и 8,5 Вт мы в большинстве случаев с вами не заметим. Теперь о том, какие есть разъемы у этой радиостанции. Как я вам уже говорил, антенна подключается к разъемам СМА, на корпусе радиостанции разъем СМА ПАПА. Кроме этого разъема, также есть разъем для подключения гарнитуры. Он находится под резиновой заглушкой. Это, как часто и бывает, два гнезда, 2,5 или 3,5 мм. Распайка, как у радиостанции Кенвуд, как и у большинства других радиостанций китайского производства. Посмотрим, как устроена это чудо-радиостанция с 8,5 Вт на выходе изнутри. Конструкция очень популярная в наше время. Пластиковый корпус, металлическое шасси, на котором закреплена печатная плата. Вернее, даже печатных платы две. Микрофон и динамик подпаяны проводами. На одной печатной плате расположен управляющий процессор, дисплей и кнопки, на другой радиочастотный тракт. В радиочастотном тракте достаточно много деталей. Транзисторы выходного каскада прижимаются к шасси через металлическую пластину с большим количеством термопасты. На плате видно фильтр ПЧ. Их комплект один, для одной полосы пропускания. То есть то, что в меню этой радиостанции можно включать узкую и широкую полосы, никак не влияет на реальную полосу пропускания этой радиостанции. Может быть переключается только девиация. Но по ПЧ установлен один фильтр и по первой, и по второй. Переключать там нечего. А сейчас давайте измерим вес этой радиостанции. Сколько она весит в полном сборе с антенной, с аккумулятором и с прищепкой. На Алиэкспресс написано 270 грамм. У меня получилось 330. Ну да ладно, простим им такую неточность. Послушаем, как звучит сигнал от радиостанции в эфире на двухметровом диапазоне. Я буду говорить сейчас в эту радиостанцию. Её сигнал будет принимать транссивер FT847, расположенный вот здесь у меня на столе. Этот транссивер имеет достаточно красивый линейный низкочастотный тракт, поэтому мы услышим весь тембр звучания от радиостанции практически без искажений. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка радиостанции Кваншенко. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такой вот по-моему достаточно высокочастотный хороший звук у этой радиостанции. И конечно мой рассказ об этой радиостанции не обойдется без проверки в полевых условиях. РА-3ТПД, РА-3ТПД, РА-3ТЛБ, РА-3ТПД, РА-3ТЛБ. Вызываю корреспондента, который находится в нескольких километрах от меня на том берегу реки АК. Как меня принимаешь, как принимаешь? 5 ватт берег реки АК. Вернее даже не 5 ватт, а больше. Носимая станция с повышенной мощностью прием. Рекорептно принимаю, да? 5 действую сами на прием. Спасибо. Сейчас я для сравнения с другой станцией еще тебя вызову. Послушай, пожалуйста. И для сравнения свяжусь еще с радиостанцией ФТ-60, с антенной примерно такой же длины на той же самой частоте. РА-3ТПД, РА-3ТПД, РА-3ТЛБ. Я разницы больше не заметил. Такая же модуляция, такая среднечастотная, низко-среднечастотная, скажем так, на прием. Да, понятно. Ладно, все, спасибо. Мое мнение об этой радиостанции такое. Корпус достаточно удобный, хорошо держится в руке, не так, как маленькие, очень легкие какие-то радиостанции. Звук достаточно громкий. Ну, конечно, говорить что-то о том, чтобы в этом звуке присутствовали и средние и низкие частоты не приходится. Все-таки радиостанция маленькая, динамика очень маленький, но на улице слышно разборчиво. То, что мощность у нее выходная 8,5 Вт на двойке. Ну, это, конечно, плюс, нельзя назвать это минусом, но большим плюсом я тоже это не могу назвать, потому что в реальной жизни на практике это ничего не даст. Если уже не слышно где-то, если не пробиваешься сносимой станцией через какие-то препятствия, через рельеф местности или через какие-то строения, то 5 Вт или 8,5 Вт все равно слышно не будет ничего. То, что подсветка дисплея сделан ярко-оранжевым, почти красным цветом в этой радиостанции, по-моему, это очень неудобно. У предыдущей модели, у такой же радиостанции, только без слова плюс в названии, дисплей был абсолютно такой же, он отображал все те же самые символы, но подсвечивался зеленым цветом. По-моему, это было гораздо лучше. Зарядное устройство в виде подставки, а не в виде адаптера, включающегося куда-либо в разъем, конечно, это правильное решение, это очень удобно, но большинство радиостанций так и делается, поэтому это не достоинство этой радиостанции, а это обычное нормальное явление. То, что приемник у нее супергетеродинный, тоже по меркам нормальных радиостанций, не дешевки китайской, а полноценных нормальных радиостанций, это тоже обычное явление, в ней обычный супергетеродинный приемник. Но если сравнивать ее не с обычными нормальными радиостанциями, а с дешевыми китайскими, со всякими баофенгами, то можно сказать, что эта радиостанция по сравнению с ними выигрывает, так как приемник у нее полноценный, а не упрощенный. В общем-то мне понравилось, как эта радиостанция изготовлена, как она работает. Качество сборки корпуса очень хорошее. Нигде никаких щелей, никаких люфтов, аккумулятор пристегивается очень аккуратно. В общем, все нравится. Если бы у меня не было возможности пользоваться более дорогими радиостанциями Моторола, ЕЗУ, я бы наверное такой пользовался и все бы меня в ней устраивало. Спасибо, что смотрели это видео. Ссылки на то место, где можно купить такую радиостанцию есть в описании к видео. Работайте в эфире с различных радиостанций. Смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте. Здесь был Алексей Игонин. До свидания.